Норвегия известна высокими налогами и запредельной стоимостью владения личным автомобилем. Например, базовый Hyundai Tucson тут стоит больше 3 миллионов российских рублей. Зато правительство поддерживает электрокары. Они ездят по автобусным полосам и платят за дороги половину тарифа для машин с двигателями внутреннего сгорания. Неудивительно, что доля электрических машин в Норвегии самая высокая в мире. Похоже, что емкий рынок породит в маленькой 5-миллионной стране собственное производство. Стартап Fresco Motors из города Тронтхейма объявил прием заказов на свою первую модель Revery. В штате компании всего 9 человек, поэтому создатели ищут инвесторов и собирают средства. Сама машина еще проектируется и все изображения компьютерные. Известно, что тяговую батарею сделают модульной, что позволит менять отслужившие элементы отдельно. А коробка передач заявлена четырехступенчатой автоматической с повышающей ступенью. Глава фирмы Espen Kvalvik утверждает, что 70 предварительных заказов уже собрано. Готовую машину мы увидим не ранее 2021 года. Компания Альфа-Страхование составила статистику застрахованных по Каско и угнанных в первом полугодии автомобилей. По выкладкам страховщиков в перечень вошли сразу три Тойоты, а лидером стал Land Cruiser Prado. Вторую строчку занимает Land Cruiser 200, а на третьей – родственный Lexus LX, который только год назад возглавлял рейтинг за первые шесть месяцев. Toyota Camry за год переместилась со второго места на четвертое, а третье место занимал компактный Lexus NX, который в нынешнем году угонщикам неинтересен. Выпали из первой десятки Kia Sorento и Sportage, Toyota RAV4 и Nissan X-Trail.